Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы на площадке садового центра Европлант для того, чтобы рассказать вам об очередных новинках. Поставки у нас просто идут одна за другой. Хотелось бы, чтобы вы заходили к нам посмотреть их, потому что такое изобилие у нас случается не каждый год. Здесь действительно очень красиво. Не случайно остановился именно здесь, около этой замечательной розочки. Многие помнят и очень понравился ролик про ругозы Ольги Чененковой. И вот здесь стоит одна из самых красивых розочек, которая приехала, которая называется Савел. Идеальная роза для северо-запада. Полная зимостойкость, просто будет зимовать везде, без укрытия. Цветение обильное, цветет все лето до самых морозов. Постоянно, без перерыва. Единственный минус, конечно, колючки. От колючек мы никуда не денемся. Ну и второй минус. В этом году, я смотрю, у нас очень активно вредители шуруют. Она вся в тле. Но это никак не портит, никак не влияет на ее декоративность. Роза прекрасная. Между прочим, даже еще и пахнет неплохо. Красивый, обильный, прямостоящий кустарник. Но мне хочется продвинуться дальше, потому что я там вижу растения, которым питаю слабость. Не могу мимо них пройти. И это, это пионы. Пионы. Ну, пионы мы ждем, пока нас позовет в гости Наталья Завидий. И покажет свои замечательные пионы. Но тут тоже есть на что посмотреть. Девочки, даже мне тут распечатали красивые картинки, чтобы я мог проще сориентироваться по сортам. Так, ну вот мой любимый пион, который цветет и у меня. Coral Charm уже отцветает. Чем интересен пион? Это коралловая серия. Как можно понять из названия. Когда пион распускается, он такой яркой, очень коралловой окраски. И постепенно он меняет цвет. Пион Chameleon через несколько дней, он практически полностью выгорает до белого. Сначала вот он ярко такой коралловый, потом розовый, потом желтый, потом белый. Очень рекомендую. Пион хорош тем, что его не нужно подвязывать. Стоит прекрасные мощные стебли, не нуждающиеся ни в каких приспособлениях. Обильно нарастающий куст. В общем, всем рекомендую. Так, из красивых махровых пионов. Кто любит махровые пионы. Мне кажется, вот этот вот Shirley Temple. Пиончик тоже заслуживающий внимания. Белый такой, с небольшой малиновой искрой в центре. И за счет того, что бутоны он тоже не наращивает плотные и бомбовидные, они очень неплохо стоят. Мне кажется, что стойкость в кусте для пиона одно из важнейших качеств, чтобы не нужно было его чем-то подвязывать и обхватывать. Я вот ориентируюсь именно на эти качества пионов. Ну и я надеюсь, что у нас оператор снимет панораму и покажет еще вот этот вот красивый пион снизу. Это у нас кто? Генри Боксток. Тоже замечательный красивый пиончик с такими чуть кудрявыми листиками, лепестками. Какими листиками? Обязательно нужно его понюхать. Ну а пахнет он замечательно. В отличие от коралловой серии, эти пионы очень хорошо пахнут. И он тоже постепенно, я вижу, меняет окрасочку. Постепенно будет бледнеть. И очень красиво, когда на одном кусте пионы разного цвета. Как будто бы у вас не один сорт, а несколько. На эти качества тоже стоит обратить внимание. Так, посмотрим, что еще нам привезла Ольга Чаненкова. Помимо того, что нам приехали ругозы и чебушники, к нам еще приехали гортензии от Ольги. Надеюсь, что Ольга нам поможет снять ролик и про гортензии. Так, а пока посмотрим на те чебушники, которые пришли. У многих в садах они уже отцвели. Здесь еще они в полном цвету. Так, а вот и гортензия от Ольги. Так, гортензии древовидные. Посмотрим сорт. Так, это сорт Грандифлора. Старинный сорт, между прочим, который уже вытеснила Аннабель. Сорт не очень хорош, поскольку он склонен к тому, чтобы, опять же-таки, разваливаться. Для того, чтобы держать этот сорт, у меня, кстати, на участке растет, есть очень простой лайфхак. Или по осени, или по весне. Куст можно практически обрезать под ноль, оставив несколько самых сильных и прямых побегов. Все, что кривенькое и слабенькое, лучше убрать. И тогда кустик за весну восстановится, нарастет, будет мощный, хороший и красивый. И старый американский сорт хорош тем, что он замечательно зимует и цветет стабильно, без пропусков. Ну и гортензии, естественно, ничем не болеющие, что немаловажно. Обожаю растения, которые не нужно ничем поливать никакими инсексицидами и акарицидами, как в этом году. Когда практически вовсю прокралась то цикадка, то тля, то паутинный клещ. С гортензиями таких проблем, слава богу, нет. Так, еще у нас пришла поставка из Москвы. И это травянистые многолетники. Те, кто рассчитывает на модный сад со злаками. Немыслимо сделать сад без вот этого внешне непримечательного кустика, который называется щучка. Но без щучки, мне кажется, нововолновой злаковый цветник абсолютно невозможен. Так, эхиноцея. Без эхиноцея обойтись можно, но мне кажется, что она тоже очень хороша. С замечательными, красивыми, желтыми цветочками. Что интересного у нас еще пришло. Так, тиарелла. Тиарелла, тиарелла. Тиарелла, гехерелла и гехера все родственники. Но вот тиарелла отличается тем, что она прям наращивает такие красивые плети. Ну и у нее очень изящная такая листва. Мне кажется, для тех, кто либо травянистые многолетники, должен уже был проникнуться любовью к тиареллам. Побежим, посмотрим, что у нас еще нового, интересного пришло из травянистых многолетников, раз уж мы о них начали говорить. Вот. Посмотрите, как замечательно, между прочим, цветет молодила. Все знают каменные розочки, как их называют часто. Многие их видят только вот в таком вот виде. Но посмотрите, как они могут замечательно и классно цвести. Вот такое вот маленькое растение образует такие замечательные, красивые цветы. Правда, каждая розеточка, которая зацвела, потом умирает. Но, несмотря на это, растение очень много дает новых розеточек. И это ему совершенно никак не вредит. Так. Что тут еще у нас интересного? Так, 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 так. Что-то пришло новое из московской поставки. О, пришли ирисы сибирские. Давно хочу у себя завести коллекцию ирисов сибирских. Из всех ирисов они самые благодарные, прекрасно разрастаются, чувствуют себя и в тени, и на солнце, стабильно цветут. Вот тут есть сиреневые, белые. И еще и еще вот такой красивый оттенок. Замечательные. Так, пришли тысячелистники цветные. Тех, кто любит, я, честно говоря, не очень. Но цветные тысячелистники у нас теперь тоже имеются. Чуть не забыл. Пришли же скумпии. Краснолисные скумпии. Для рисковых, для тех, кто не любит простых решений и не боится растения, которые не очень хорошо зимуют на северо-западе, конечно, нужно соблазниться обязательно на скумпию. У Марины Шаманской получилось, возможно, получится и у вас, я в вас верю. Ну и то растение, которое мы сажали в прошлом году. Малки Лоренс. Вербена Бонарская. Многим оно тогда понравилось. И вот я думаю, что тоже нужно его завести. Для нововолнового цветника, мне кажется, незаменимое растение. Красивое, легкое, с ажурными цветочками, создающее фон для любого цветника. Малку Лоренс тоже надо бы навестить. Наверное, она нас ждет провести ревизию, как перезимовал цветник, который сделала Наталья Завидий. Ну, наверное, и последние по многолетникам. Все давно соскучились, наверное, по хостам. Хост у нас было в прошлом году много. А в этом году они у нас в саду пришли в садовый центр. И, между прочим, в ботаническом саду сейчас проходит выставка пионов. А потом сразу ней наступит выставка хост. Поэтому я тоже рекомендую вам сходить и насладиться великолепием мадам хосты во всех ее сортах и разновидностях. Ну и приезжайте к нам. На этом, я думаю, что мы закончим наш репортаж. И последнее, что я попрошу снять оператора, это еще раз, еще раз розы. Потому что вот приехали мы в следующий раз, и опять все зацвело. Может быть, если кто не смог разглядеть красивые розочки в прошлом репортаже, обязательно под конец пусть посмотрят на то, что творится у нас в садовом центре. На этом все. С вами был канал Европлант Лайф. Я Андрей Смирнов. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!